С наступающим праздником! Дай Бог, чтобы этот праздник стал для всех нас весолим. Что значит весолим? Это то, что Тора, которую мы получаем не первый раз, она стала для нас не только неотлежимым частом нашей жизни, но и радостным. Чтобы мы реально почувствовали, что Тора – это источник радости и счастья у человека от Торы, и правильная жизнь по Торе реально добавляет нам все, что мы желаем. Когда мы думаем о празднике Шавуота, то сразу ассоциация идет с главными заповедями, которые есть в Торе. Тора – это 10 заповедей. Потому что несмотря на то, что Тора была дана полностью на горе Синай, как об этом написано в Талмуде, и Рамбам это говорит, что все Тора, все комментарии Тора, устные Тора, письменные Тора, все были даны на Мошер Абейну на горе Синай. Но основной часть Тора, который был дарован тогда, то, что мы услышали от самого Сивишнего, что еврейский народ услышал голос Сивишнего, как раз речь идет о 10 заповеди. Заповеди, которые потом Моши написали, или Бог написал, на скрижале, и это был Эдут, это было свидетельство связи между Богом и еврейским народом. Почему так важно именно эти 10 заповедей, что они отделяются от всех остальных? Мы знаем, что у нас есть 613. Если Бог даровал Тора на Шавуот, имеется в виду вся Тора, почему тогда отделяются 10 заповедей от всех остальных? По идее, если Бог даровал все Тора, нужно было все дать сразу. Почему именно 10 заповедей Бог сам их говорил? Написали бы ли они, на скрижале? Известна история, что когда Бог хотел даровать Тора еврейскому народу, Он сначала пошел к другим народам. Он спросил, хотите ли получить Тора? Они спрашивают, что там написано. И когда услышали, они говорили, нет, это не для нас. Не кради, не убивай. Они говорили, нет, так мы не можем жить. Еврейский народ сразу говорил на Севинишма. Мы готовы делать все, что там написано. Именно, наверное, речь идет, прежде всего, о 10 заповедях, не о все Тора, потом все остальное так же. Но мы видим, что Бог, когда пришел к другим народам, Он спрашивал именно по поводу этих заповедей, один из десяти. Есть такая шутка, что когда Бог пришел к евреям, Он спрашивал, хотите ли получить заповедь? Они спрашивали, сколько это стоит? Бог сказал, бесплатно. Говорит, ну дай 10 сразу. И поэтому мы получили как раз 10 заповедей, лишь 613. Но в любом случае, 10 заповедей, они есть главные заповеди для нас. Задается вопрос, почему именно эти 10 такие важные, отличаются, принципиальные, что они были, да они нам чуть-чуть по-другому. Второй вопрос, почему именно мы читаем 10 заповедей в Шавлот? Почему мы не читаем все остальное, что написано в Торе? И самый интересный вопрос, почему каждый день мы не читаем их? Почему мы не упоминаем 10 заповедей в нашей молитве? Если мы смотрим, что написано в Шулхана Рух, есть мнение, что нужно каждый день читать 10 заповедей. Почему мы не считаем? Почему в молитве мы не вспоминаем эти 10 заповедей? Одна из главных причин, это потому, что если мы будем читать именно эти 10 заповедей, придет кто-то и скажет, о, это есть то, что Бог дал еврейскому народу. Все остальное, это не так важно. Получается, что по идее нужно было читать именно эти 10 заповедей. Именно о них нужно было говорить больше. Просто мы боимся, что если мы будем делать слишком большой акцент на это, люди скажут, это самое главное, остальное не важно. Чтобы не было такое ощущение у людей, поэтому решили вообще не будем их читать. Но если смотреть принципиально, принципиально видно, что эти 10 отличаются от всех остальных. Ответ можно, наверное, найти, когда мы поймем, что объединяет все эти заповеди. Что есть общее у этих 10 заповедей, то, что мы не находим так принципиально у других. Что-то здесь особенно, именно когда мы смотрим, что именно эти заповеди, которые были избраны из всех 613, поставлены отдельно, что их объединяет, что особенно здесь. Наверное, это все то, что связано с верой в Бога. Если мы смотрим общую идею, все 10 заповедей, это то, что не все как-то, и скоро об этом поговорим, говорят о вере в Бога. Все важно. Второе, кашрут важно, диване от филин важно, соблюдать все праздники важно. Все-все важно. Но именно эти 10 заповедей говорят нам очень четко о вере в Бога. Такой интересный подход, как Тора объясняет нам, что значит вера в Бога, мы находим именно в 10 заповедей. Потому что вся Тора связана с верой в Бога. Человек, который не верит в Бога, он, наверное, не будет соблюдать ничего. Но эти 10 заповедей не только укрепляют нашу веру, дает нам понимание, как нужно верить в Бога, что значит вера в Бога, почему нужно верить в Бога, почему так важно в нашей жизни, что у нас была вера в Бога. Я знаю, что этот урок был организован община горских евреев. Я очень благодарен вам за всю эту организацию, за то, что весь год вы так занимаетесь и так далее. Если мы говорим, чем отличаются горских евреев от других евреев, я думаю, что как раз это вера в Бога. Они особенно верят, очень сильно верят в Бога. Для них что-то делать против веры в Бога, не дай Бог. Может быть, именно это и есть главная идея заповедей, 10 заповедей. Говорят, что горские евреи это связано с тем, что Тора была дарована на горе Синай. Тоже все началось у нас на горе Синай. Наверное, это особенность то, что горские евреи пришли от горы Синай, и поэтому они получили особую силу, связанную с верой в Бога. Поэтому поговорим сегодня чуть-чуть о вере в Бога, как это видно, открыто, именно в 10 заповедей. Вообще, дарование Тора на горе Синай это есть источник нашей веры в Бога. Если человек спрашивает, почему у евреев так важна вера в Бога, почему они так сильно верят, откуда они получили эту силу, именно это произошло во время дарования Тора на горе Синай. есть такой вопрос. Какая разница между нашей религией и всех остальных? Они верят, и мы верим. Кто говорит, что наши боли правильные, или у них что-то, может быть, не хватает? Почему мы так уверены, что еврейский народ что-то особенное у них? Вера в Бога у них очень крепкая. Почему именно у нас? Потому что все остальные религии, они все связаны с каким-то событием, которое произошло с каком-то количеством людей, 10 человек, 2, 3, 1, 12, нет народа на свете, который может говорить, что Бог обращался ко всему народу, к каждому человеку и разговаривал с ним. То, что произошло во время дарования Тора, это уникальное событие, которое никогда больше не повторилось, и никто не говорит, что что-то было похоже. Все знают, что на горе Синаи была дарована Тора, все знают, что каждый еврей об этом узнал. Очень трудно уговаривает весь народ, особо еврейский народ, что все говорили, вот, мы услышали от Бога такие слова. Точно бы поднялся один еврей, говорит, нет, я не согласен. Это не произошло, я не был там, я не услышал. Все евреи, и никогда никто это не отрицал, повторили и передали детям, внукам, что это произошло. Еврейский народ, весь народ услышал дарования Тора. Поэтому такая вера, которая есть у нас, то, что каждый еврей, как говорят наши мудрецы, не только те, которые были там, все евреи во всех поколениях участвовали в этом событии, услышали голос Всевышнего, это дало нам особая вера в Бога. Поэтому, даже когда спрашивают, а может быть, можно что-то изменить в Торе, новое время, современная жизнь, давайте чуть-чуть корректируем, или пришли другие люди, говорят, что сегодня нужно по-другому, другие религии, говорят, да, дарование Торе было правильное, но сейчас нужно что-то изменить, мы говорим всегда одно, что мы верим в Бога не за чудес, которые Бог творил для нашего народа, не потому, что мы просто верим в Бога, мы верим в то, что было дано на горе Синай. Эти слова для нас, они принципиальны, их невозможно изменить ни на капли. Каждое слово в Торе, это навсегда. Почему? Потому, что это есть источник нашей веры. То, что произошло в Шавуот, то, что мы, Божья помощь, снова получим Тора через два дня, это тоже самая идея три дня, тоже самая идея, то, что было во время дарования Торе. Бог обращается к каждому еврею и говорит, эти слова, которые я говорил 3300 чем-то лет тому назад, они актуальны сегодня, именно потому, что они исходят от Бога. У нас нет никакого сомнения, что вся Тора, которая была дана на горе Синай, она актуальна сегодня. Почему? Потому, что это есть основа нашей веры. Весь фундамент веры еврейского народа это то, что произошло тогда. Два миллиона человек услышали, как Бог обращается к ним и говорит, «Я, я, я, все-вишня, который вывел вас из Эгипта». И это стало источник силы еврейского народа, веры еврейского народа, и это продолжается до сих пор. Все это было маленькое предисловие. Дайте посмотрим сейчас, что написано на две скрижали, какие десять заповедей Бог дал нам, что Он хотел именно сказать нам, когда Он передал нам эти десять заповедей. Первый заповед, все знают, это «Я, Бог, всесильный, твой Бог, который вывел тебя из страны египетской». Прежде всего, мы видим здесь, что Бог обращается к каждому еврею по отдельности. Бог не говорит «Я ваш Бог, я твой Бог». Бог обращается к каждому из нас и говорит «Я твой Бог». Что это за заповедь? Что Бог хочет? Он рассказывает нам то, что было. «Я твой Бог, который вывел тебя из Египта». Ну, спасибо. Евреи как раз все, которые стояли там у горе Сина, они об этом знали. Они только что вышли из Египта. Здесь очень странная заповедь. Если Бог хочет что-то, он должен сказать «Ты должен делать так и так». Бог это не говорит. Бог просто расскажет какую-то историю. «Я Бог, который вывел тебя из Египта». Лучше было сказать «Я Бог, который сотворил весь мир». То, что они вышли из Египта, они знали, они это видели. Здесь не нужно, что Бог им это рассказал. Если Бог уже говорит с ними, он должен был сказать «Я Бог, который сотворил небо и земли». Почему именно Бог так обращается к евреям тогда? Что Бог хочет от нас? Объясняется, что как раз это и есть главная идея первой заповеди. Рассказать еврейскому народу то, что произошло. Рассказать евреям не о том, что есть мир, который Бог сотворил законы природы. Это люди знают. То, что Бог хочет, чтобы мы поняли, что Бог вывел нас из Египта, что Бог творит чудеса. Вера в Бога, и это первый момент, о котором я хотел поговорить, это не только вера, что есть Бог, который сотворил мир 575 лет назад, всемогущие. Нет, это недостаточно для нас. Бог, в который мы верим, это Бог, который творит чудеса. Недостаточно то, что мы верим, что Бог дает нам жизнь каждый день, это знаем, что наше здоровье зависит от Него, это знаем, что вся вселенная зависит от Него, также знаем. Бог хочет нам сказать, что я Бог, который иногда вмешивается и творит чудеса. Когда человек говорит, я верю в Бога, это не только вера в Бога, что Бог дает мне пищу каждый день, если буду хорошо работать, тогда я зарабатываю, нет, это Бог, который может и не только может, но творить чудеса, постоянно. и верить в это, это укрепляет очень сильно наша вера. Это не только вера в всемогущий Бог, который он руководит весь процесс, обычный. Это тот Бог, который может действовать выше законы природы. И это нужно, как говорят наши мудрецы, и верить, и знать. Потому что если мы смотрим, как Рамбам объясняет эту заповедь, или другие наши мудрецы, мы видим, что недостаточно верить в Бога, это не первый заповедь. Первый заповедь это знать, что есть такой Бог. Потому что вера в Бога, она должна быть до того, что Бог обращается к нам. Человек не будет соблюдать заповеди, если не верить в Бога. А соблюдение первой заповеди, это недостаточно только верить в Бога. Нужно знать, что есть Бог, и нужно знать, что такой Бог, который творил чудеса для наших предков, и может это делать сегодня. Какая разница между верой и знанием? Вера это то, что выше разума, выше наше понимание. То, что мы не можем объяснить, мы называем это вера. В Хасидуте очень подробно объясняется, что такое вера. Вера это когда человек что-то видел, он может быть не может это объяснить. Это нерационально, это нелогично, но он это сам видел, поэтому он в это верит. Бог говорит, вы только что видели такие чудеса, то, что вы вышли из Египта. Можете это объяснить? Нет, нет никакого объяснения. Как это все произошло, это нелогично. Как Красное море разделилось, необъяснимо. Но это произошло, поэтому в это нужно верить. А дальше уже, сколько возможно знать, нужно стараться углубляться, понимать, изучать, изучать тот ша-сторе, который объясняет нам, как дойти до знания, что Бог есть, и Он руководит все, и недостаточно то, что мы верим в Нем, нам нужно также знать, сколько возможно. Какая разность человек знает или верит, может быть, достаточно верит, почему нужно обязательно знать. Есть такое выражение, что бывает такое случая, когда вор готовится к воровству, он вот сейчас хочет ограбить банк, поднимает голову вверх и говорит Бог, помоги мне, чтобы все это было удачно. Помоги мне, чтобы меня поймали, чтобы там в банке все было как положено, что деньги там лежали упакованы, что я могу быстро их забрать и добираться до дома. Что он делает? Он обращается к Богу и просит помощь в нарушении заповедей, но так и есть, к сожалению. Бывает также евреи, которые в то же время, когда они обращаются к Богу за помощь, они делают что-то не как положено. Человек может быть во время молитвы, он молится, обращается к Богу, но, к сожалению, у него в голове не то понимание, которое должно быть. Для того, чтобы у нас было все правильно, не только вера, но знание, нужно заниматься, нужно кормить эту веру, нужно делать так, чтобы вера была не только абстрактна, но она была практической в нашей жизни, в каждом, в нашем понимании, в наше чувство, в наше действие, что мы не только верили в Бога, но знали, что есть Бог. Дальше уже Тора говорит нам, это недостаточно. Вера в Бога, вера, что Бог творит чудеса, это недостаточно. Следующая заповедь, что не будет у тебя никаких иных богов. Чтобы не было никаких идолов, других богов, человек сегодня спрашивает, это самый легкий заповедь, не верить, что какой-то идол руководит все. О, как раз это заповедь я могу соблюдать легко. Это для меня самый легкий заповедь. Если вера в Бога, мы говорили, это не просто верить в Бога, это надеется, что у каждого это есть. Но тоже нужно верить в чудесах, верить, что Бог может любая ситуация изменить к лучшему. Это понятно, что это не так легко. И настоящая вера, знание, что есть Бог, так же может быть нелегко, но не верить в иных богов, это как раз очень легко. Это самое легкое. Говорят нашему деценту, это не так легко. Да, понятно, может быть, когда-то были идоли, но сегодня идоли существуют до сих пор. Что такое, что не были никаких других богов, это значит, что я верю, что все зависит от Бога. Нет никаких других сил, которые реально они руководят все, что есть на свете, или даже самый маленький вопрос. Обычно, когда Тора говорит об идолах, говорит, идоли из золота или серебра. Почему золото и серебра? Идоли были разные, были идоли из дерева, из камня, из всего. Почему золото и серебра? Потому что как раз до сегодняшнего дня есть такой идол, который называется доллар или евро, или даже рубль, который человек думает, что вот, это есть главная сила на свете. Есть деньги, тогда все в порядке. Нет денег, тогда уже все плохо. Есть люди, которые, не дай Бог, если они потеряют деньги, для них это уже все, они думают, что они потеряны. Какая сила. Когда человек, все у него в жизни, это вокруг деньги, как раз это есть, к сожалению, то, что Тора говорит, что не было никаких иных богов. Потому что нам нужно верить, что все зависит от Бога. Бог реально руководит весь процесс. Если он хочет, чтобы у нас это было, это будет. Кто сильный человек, это не обязательно тот, у которого много денег. Есть другие силы, которые руководят этот мир. Но тем более, что мы не думали, что материальный мир это главное в нашей жизни. Что материальные вопросы это решает все. Говорит Тора не что не были ни других богов. Веря что все зависит от Бога. Если Бог захочет, этот человек зарабатывает. Если Бог не захочет, этот человек может зарабатывать и потом тратить деньги никуда. поэтому вера в единого Бога это не только верить, что есть Бог на свете. Нам это сказать не нужно. Это вера, что все реально зависит от него. Да, нам нужно работать, заниматься, делать сосуд, чтобы его благословение вошла куда-то, но все зависит от него. И если Бог захочет, мы будем правильно себя вести, и он увидит, что мы готовы получать его благословение, он может все делать очень быстро. Это не зависит ни от какого-то человека, ни от чиновника, ни от босса на работе, ни от бизнеса, ни от кризиса. Это значит, что нет никаких других сил, которые руководят нашей жизнью. Дальше Тора говорит, что мы не упоминали, не признасли имя Всевышнего просто так. Что это значит? Что человек, что сегодня для нас это, ну, по-простому то, что имеется ввиду, это чтобы человек не сделал клятвы и говорил, я клянусь Бога, что так и так и так есть. Просто так. Это по-простому заповедь. Когда человек говорит, я клянусь Бога, что я сегодня утром это сделал, почему ты должен поклоняться имя Бога? Почему ты просто так говоришь имя Бога? Но реально это значит так же, не сказать его имя просто так. Мы знаем, что, например, есть браха леватала. Браха, который человек говорит просто так. Она не нужна. Он просто так говорит имя Всевышнего. Есть люди, которые, когда разговаривают для них, говорить имя Всевышнего, это это просто как они говорят о друге, говорят об этом и говорят о Боге. Вообще было время, когда хасиды даже не говорили слово Бог. если мы знаем даже когда пишем имя Всевышнего, так же мы напишем его полностью. Есть особое отношение, которое должно быть к имя Всевышнего. когда мы обращаемся к Богу, нам нужно понять, что это не просто обращение к своему другу, когда мы говорим благословение или молитва, мы должны понять, что мы стоим перед царем всех царей, самые самые уважаемые, сильные и так далее, что есть на свете. И поэтому, когда мы говорим о нем и когда мы используем его имя, это должен быть не просто так. что это значит, что когда человек думает о Боге, он должен чтобы перед ним было понимание, что он говорит о всемогущей силе, которая есть на свете. Использовать это имя просто так нельзя. Тем более, что нельзя делать какое-то клятву. Вообще сегодня мы стараемся вообще не делать клятву. Когда человек говорит, я не только говорю, я буду что-то делать. Если человек говорит, я буду что-то делать, лучше, что сразу говорил без никакого обещания. Это просто. Тем более прокляться и я поклянусь, что так и так буду делать. Или что так и так было. Использовать слово клятва вообще не нужна. Почему? Потому что клятва, разумеется, связана с Богом. Связана с чем-то очень высоким. Просто использовать его, потому что я хочу доказать, что я прав или я хочу убеждать кого-то. Это не наш путь. Мы не используем его имя просто так. Это как раз следующий этап веры в Бога. Вера в Бога это не только, что мы верим. Мы понимаем, кто он есть на самом деле. Какой он там высокий, какой у него уровень, какой там связь между нами и Богом. Это вообще не так далекое. Только выразить его имя нам нужно думать об этом тысячи раз. Скоро поговорим о заповеди чтить родителей. Сегодня, к сожалению, очень часто видно, как ребенок говорит папе там, Борис Марков, или там Хайб. Это его отец. Люди знали, что дети не говорят имя своего отца. Просто так точно. А тем более, что мы не говорим имя Всевышнего. Тем более, что мы не делаем клятву, используем имя Всевышнего для того, что у нас есть какие-то интересы. Да, бывали случаи во время храма, когда нужно было делать клятву, тогда использовали имя, но это было сделано с трепетом. Это другое уважение к Богу. Это не просто вера в Бога, это вера Всевышнего, что действительно Он что-то выше нас намного, и поэтому даже его имя мы не используем просто так. Когда человек просто так говорит имя Всевышнего, он реально говорит, что я, понимаешь, но Бог это, да, Бог это хорошо, но он не ценит, кто он есть на самом деле, не понимает важность Бога в его жизни. А сейчас начинается самое интересное. Все, что мы говорили, это вера в Бога, неверие в них богов, имя Бога не используют просто так. Это понятно. Но вдруг начинаются заповеди, которые вообще непонятны, почему именно Бог ставил их в эти вести. Не убивай, не кради, это то, что Бог должен нам рассказать во время дарования Торы. Мы это бы поняли сами, что мы не понимаем, что нельзя убивать, что нельзя воровать. Это самые простые вещи. Почему именно эти заповеди так важны, что Бог именно их ставил в эти заповеди. И мы говорили, что эти все заповеди, это новое понимание, как нам нужно верить в Бога. Давайте посмотрим четвертый заповедь. Вспомни день суббота. Что это значит, что человек работает шесть дней, а суббота он отдохнет, он не работает. Говорят наши мудрецы, что когда человек соблюдает субботу, это есть самое большое доказательство, что мы верим, что Бог сотворил этот мир. Это не только теория, это не только то, что человек говорит так, это не только человек может быть даже думает так, это есть практические действия. Человек готов сутки, в течение недели полностью оставить все, остановить все, не работать. Почему? Потому что он верит, что Бог сотворил мир. Какой связь? Очень простой. Если Бог не сотворил мир, тогда то, что я не буду работать субботу, я от этого потеряю. Я потеряю заработок, может быть какое-то важное дело, может быть что-то происходит, я не могу участвовать. Когда человек понимает, что Бог сотворил этот мир, если в этом верит, он должен быть готов, тогда уже не работает сутки, не делает никаких работ, которые могут принести ему какой-то доход или заработок или какой-то плюс в его жизни. Он понимает, что все зависит от Бога не только в теории, он реально практически готов это делать. Что это значит? Когда мы смотрим на окружайший мир, мы думаем, дайте посмотрим, как Бог это сотворил. Бог сотворил его так, что на свете, в этом мире ничего нового не стало в течение более пяти тысяч лет. Все творения, которые были пять тысяч лет тому назад, они есть сегодня. Кроме тех, которые просто были уничтожены, это одно. Но по идее, все, что есть на свете, вселенная, солнце, луна, давайте попробуем компьютер. Компьютер каждый раз в месяц что-то там не пойдет, нужно снова перерагрузка и попробовать еще раз потом вызывать и вызывать специалист, чтобы мир наш стоит пять тысяч семьсот лет, солнце каждый день без никакого изменения, даже ни на миллиметр. Человек может подсказать через сто лет, где будет находиться солнце в этой же минуте. Такой мир, который Бог сотворил, это есть совершенствование. Где это видно, это совершенствование, когда мы говорим, что мы не будем работать в субботу. Когда человек говорит, я хочу связаться с тем уровнем, который связан с совершенствованием, это как раз в субботу. Тора говорит в Аехулу, что в этот день в субботу, когда Бог не работал. Почему не работал? Потому что все уже было. Это то, что мы говорим, что мы понимаем, что от Бога все есть. Все, что необходимо, Бог дает нам в течение шесть дней. Вера в Бога, это понимание, что мы верим, что все зависит от Него, но не только мы в это верим, мы готовы так действовать. Как написано в Талмуде, его работа сделана? Как можно так чувствовать? У него в середине сделка, здесь еще не продали, еще не купили, еще это не сделал. В субботу он должен полностью уходить от этих дел, от материального мира, подняться на духовный уровень, и это и совершенствование этот мир. Когда мы понимаем, что мир наш, это не только материальный, это связь с Богом, молиться, изучение Торы, понимать, кто ваша жизнь, это настоящий отдых в субботу. Когда человек все недели, чем он занимается? Это все такие будные дела, материальные вещи, все такие вещи, которые связаны с материальным миром, он, к сожалению, не может подняться на его духовный уровень, он не может дойти до правильного назначения. и когда уже соблюдает субботу, друг понимает, что есть что-то на свете чуть-чуть выше, чем этот материальный мир. Мы даже не понимаем, иногда не чувствуем, сколько этот мир мешает нашей жизни. Сегодня говорят уже психологи и врачи, что как раз это маленький телефон, который у нас в кармане постоянно, или держим это в руках, сколько от него есть уже сегодня стресс. Я не говорю о том, что дети, которые стоят перед экраном, они уже врачи говорят, что ребенок, который стоит перед, неважно, телевизором или интернетом или компьютером, уже у него, открывайте, увидите все, уже сегодня уже говорят четко, что это мешает развитию ребенка. Я не хочу говорить хуже. По крайней мере, что человек мог раз в неделе отключить этот гаджет и говорить все, я отключаюсь от этого материального мира. Даже есть известный профессор, который говорит, что для стресса это самое правильное действие, когда человек может реально отключать телефон на сутки, уже эти звонки не мешают и там тревога и волнение и все то, что есть, все недели как раз он уходит. Он будет жить сутки без новостей. Можно себе представить, человек, который не знает в течение сутки, что происходит сегодня в Африке или в Китае, и он будет жить лучше. Это уже проверено, что шаббат как раз связь с Богом это становится не только идея, не только теория, это уже практика. Он уже поднимается на том уровне, где у него уже чувствует духовный мир по-настоящему. И понятно, что шаббат это источник также благословения. Человек, который не работает в субботу, человек, который соблюдает в субботу, человек, который радуется в субботу, он получает потом благословение на всю неделю. Поэтому это не только теория, что я верю, что Бог, несмотря на то, что не буду работать в субботу, Бог как-то дает мне жить. Наоборот, Бог именно в этот день дает нам все благословения на всю неделю. Источник благословения на заработок, на здоровье, на все, что есть, Бог говорит, как раз мы получаем от субботы. Как написано в Зоре, в Кабале сегодня это такое принятое слово все дни в неделе, все, что мы будем делать в шесть дней, зависит, как мы соблюдали субботу. Человек, который соблюдает субботу, потом увидит благословение на всю неделю. Это есть вера в Бога. Не только то, что я верю, что есть Бог на небе. Нет, это Бог, который дает мне благословение, когда моя вера к Нему, она действующая, она не только теоретическая. А дальше идет следующая заповедь. Наверное, из всех действий это самое интересное, самое непонятное даже, и непонятно, почему именно находится здесь. Это чты отца и мама. Первый вопрос, почему именно здесь он написан? Как связана вера в Боге с тем, что нужно чтить родителей? Второй, почему написан именно в первой скрижале, когда мы говорим о отношении между человеком и Богом? И вообще, почему вообще нужно чтить родителей? Понятно, что нужно любить каждого еврея, нужно уважать старших, нужно, но здесь тоже говорит, именно нужно чтить родителей. Почему именно родителей? Почему мы обязаны чтить родителей? И когда мы изучаем законы связанные с этим, мы видим, что здесь обязанности на человека, ого, если кто-то сидя здесь бы открыл то, что написано в шваханарух, как нужно чтить родителей, сколько нужно тратить, сколько нужно делать, я думаю, что никто здесь не может выходить и говорить, я как раз соблюдаю эту заповедь, как написано в шваханарух. Соблюдать эту заповедь, как Бог ожидает от нас, непросто. Как раз эта маленькая рекламная пауза, шавлот ночью, как раз пятницу ночью, извините, субботу ночью на воскресенье, здесь попробуем чуть-чуть более подробно разъяснить эту заповедь, как нужно чтить родителей. Но точно, что это непросто его соблюдать. Задается вопрос, почему он так важен, почему Бог ставит столько внимания и выбрал именно эту заповедь, что именно это то, что нужно делать. И нам нужно понять, что чтить родителей нужно, когда они живы, и после того, что уже они ушли от нас, также нужно чтить родителей. Здесь есть много объяснений, не будем сегодня об этом говорить подробно, но одна из них, это когда человек уважает своих родителей, когда он готов воспринять то, что они ему говорят, это как раз укрепляет веру в Бога. Потому что когда человек знает, что он чтит своих родителей, они чтили своих родителей, и дальше, и дальше, и дальше доходим до первого человека, который сам Бог сотворил. и тогда уже наша вера в Бога это прямая цепочка, это не что-то там кто-то нам рассказал, мы верим, нет, мы слышали это от своих родителей, родители не обманывают своих детей, и их родители также не обманывали, в конце концов дошли до Адама, который сам знал, как это все произошло, мы дойдем до тех людей, которые услышали голос Всевышнего, которые видели эти чудеса, поэтому чтить родителей как раз для нас это не только обязанность и есть много разных причин, это прямой связь с нашими предками, которые передали нам эту веру, если посчитать, сколько людей нужно для того, чтобы дойти до Адама, если например у человека есть дедушка, который живет, Боже помню, что у него 90 лет, и он видел своего дедушка, и так далее, и так далее, всего можно людей, которые здесь в комнате слишком много, 50 человек мы уже дойдем до первого человека на свете, точно что мы дойдем до дарования Тора, всего 50 человек, можно представить, что мы взяли один, плюс дедушка, плюс прадедушка, и так далее, 50 человек уже дойдем, поэтому связь, который есть у еврейского народа, который есть у нас, с нашими родителями, это не только обязанность и уважение, это реальный источник всей нашей традиции, еще раз хочу дать маленький комплимент горским евреям, как они, не только, но там говорят все евреи на свете, как называется, шевет ахим, ну тем более, то, что уважение к родителям, это не только уважение, это реально связь между поколением в поколение, это то, что держит вера у еврейского народа, поэтому когда Бог хотел, что мы верили в Бога, Он говорит, не только нужно верить, разговаривайте с вашими родителями, послушайте то, что они услышали от своих родителей, уже вера будет факт, это уже не теория, это уже не может быть, это уже так и есть, родители передали детям, 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 без никакого остановка, это связь прямой, который работал и всегда работает, тем более, что когда мы понимаем, что наши родители ближе к Адаму, ближе к Мошер Абейну, ближе к Аврааму, чем мы, мы будем их уважать еще больше. Как известна история, что сидят в самолете и один старый человек, и другой старый, один еврей, другой не еврей, и вдруг это не еврей, смотрит и видит, что каждые пять минут какой-то мальчик подходит к этому дедушку, говорит, дедушка, что-то нужно, зайдешь, что-то нужно, может быть, хочешь там стакан воды, может быть, нужно одеяло, может быть, подушка, может быть, что-то покушать, и так каждые десять минут это ребенок подойдет к дедушке и спрашивает, а что я могу делать, как я могу помочь. второе дедушка, который сидит, он обращается к нему и говорит, я не понимаю, у меня также внук сидит здесь рядом, он ни разу не подошел, ничего не спрашивает, как у вас такое уважение к старшим, говорит, очень просто, вы верите, что вы исходите от обезьяны, да, поэтому получается, что ты ближе к обезьянам, чем он, поэтому как он должен тебя уважать, ты уже, ты, если дойти до тебя, еще чуть-чуть, еще дойдешь до обезьян, а мы верим, что мы исходим от Адама, который Бог сотворил его, мы исходим от Авраама, о, тогда уважение к старшим, это уже что-то серьезное, поэтому понятно, что когда мы говорим о том, что нужно чтить родителей, это тем более понимание, что источник наш, вера наша, это связано с нашими родителями, связано с тем, что они как раз видели, получали от Всевышнего все, что они передают нам. А дальше идет уже последние пять заповедей, которые на первый взгляд они выглядят все, что они связаны с отношением между человеком и человеком. Никак они не связаны с отношением между человеком и Богом. А мы говорим, что это все связано с вера с вера в единого Бога, что поэтому мы это все соблюдаем и так далее. Очень просто. Тора говорит не убивай. То, что нельзя убивать, знает каждый человек на свете. Каждый нормальный человек знает, что нельзя убивать. Тогда что здесь Тора говорит нам особенно? Что Бог обращается к евреям и говорит осторожно то, что мне нужно от вас, что вы не убивали. Не убивать, как это объясняется здесь, это другое понимание не убивает. Есть человек, который не убивает другого, потому что он понимает, что нельзя. Жал, это неправильно, это неморально. То, что мы говорим, что когда человек убивает другого человека, это как будто он убивает самого Бога. Бог сотворил человека в его образ, Бог дал ему жизнь, жизнь как раз это не наше. Человек, который говорит, не дай Бог, я хочу закончить собой самоубийство, это моя жизнь, я хочу с ней делать то, что я хочу, у меня жизнь тяжелая, я страдаю, не дай Бог, человек говорит, я болею, я хочу уже все закончить, мы говорим ему, это не твоя жизнь, Бог дал тебе этот подарок, принадлежит это Богу, эта жизнь принадлежит ему, ему это принадлежит, поэтому у тебя нет никакого права делать нечего, которое бы остановило этот жизнь, это не эвтаназия, и не ничего, которое связано с сокращением жизнь человека, это не то, что ты убиваешь какого-то человека, ты реально убиваешь жизнь, которая идет от Бога, я помню, когда я был еще маленьким, однажды шел по улице с отцом рядом, там было дерево, я взял лист и просто оторвал, мой папа так строго смотрел на меня, говорит, что ты делал, просто играй, это лист Бог дал ему жизнь, почему ты решил, что нужно это остановить, почему ты решил, что жизнь там не нужна, если это в дерево, в растениях, тем более животные, и тысячи раз больше связано с человеком, который в образе вишнева, поэтому всегда, когда как раз сейчас мы говорим о победе, 70-летии и так далее, о холокосте, что Германия в то время, что была страна, ужас, нет, интеллектуальные люди, люди, которые образованы, но они решили, что можно убивать, почему, потому что они думали, что они просто убивают какого-то человека, это страшно, но если бы они верили в Бога, это точно, чтобы это не произошло, вера в Бога, это понимание, что жизнь другого человека, это и есть, Бог сотворил его, не только в его образ, это и есть Сын Божий, есть это Сын Божий, какая раньше человек убивает человека или его детей, иногда для человека легче, чтобы, не дай Бог, убили его, чем убили его детей, поэтому, то, что Торрадец говорит, не убивай, имеется в виду любое действие, которое мешает жизни другого человека, тем более, если мы можем что-то делать, чтобы помочь другому человеку жить лучше, дольше и так далее, это понятно, что это наши обязанности. Есть дальше заповедь, запрет, по-русски это звучит, не действуй. Не будем сейчас долго говорить об этом, но понятно, что семья и связь, которая есть в семье, и как это есть у еврейского народа, это фундамент нашего дома, но это есть, потому что мы верим в Бога. Почему дом и гаморр это плохо, потому что они как раз забыли главные задачи, которые есть у человека. Главная задача в нашей жизни, это первая заповедь, вторая, плодитесь и размножайтесь, создадите еврейские семьи, создадите правильные семьи, чтобы ваша семья была реально крепкая семья. И в этой заповеди это не только то, что запрещено и понятно, это понимание, что Бог видит все. Человек не может скрываться от Бога, не может делать что-то и говорить, никто не видел, поэтому это кошерник. Нет, Бог как раз находится везде, Он видит все, Он прекрасно понимает, что есть на сердце человека, Он прекрасно понимает, какие у него желания, какие у него воли, какие у него страсти, и Бог говорит, именно с этим нужно бороться внутри себя и побеждать. Человек должен понять, что как раз еврейская семья и связь в семье это что-то святое, это не просто то, что Бог это разрешал и это запрещено, нет, это как раз святое, это связь с Богом, это самое святое, то, что есть на свете, а то, что Бог запрещал, то, что это запрещено, это потому, что это идет против Бога. Об этом можно говорить очень долго, но я хотел, уже понимаешь, что время, поэтому следующее, это не кради, значит, что нельзя воровать, но реально, когда здесь в десяти заповедях написано не кради, имеется ввиду не кради человека. Почему именно это имеется ввиду это длинная история, но в любом случае понятно, что это имеется ввиду не отбирая у другого человека его свобода. Бог дал нам самый главный подарок, это свобода выбора. То, что человек сам выбирает, какая будет его жизнь, чем он будет заниматься, как раз идея тюрьмы у евреев не существует. Нет такого наказания, как тюрьма, потому что тюрьма как раз отбирает у человека свобода выбора. Когда человек отнимает у другого еврея свобода выбора, он борется против Всевышнего. Бог дал человеку самый главный подарок, это то, что он выбирает сам, что делает, а когда мы отбираем этого человека, понятно, что мы идем против Бога. И в то же самое когда евреи вышли из Египта, они стали рабами Всевышнего. Понимание рабами Всевышнего это то, что человек, который как раз живет в Торе, он самый свободный человек. Написано, что свободный человек получает, когда он живет по Торе. Есть люди, которые думают, что Торе это ограничение, что это нельзя делать, это нельзя делать, это запрещено, здесь нельзя ходить, сюда нельзя смотреть, есть интересный человек, который жил такая жизнь просто, все, все, что можно, он все попробовал, но в какой-то момент он чувствовал, что жизнь имеет никакой ценности. И вдруг однажды его друг пригласил его на его яхту, они в середине моря, и вдруг его друг сказал ему несколько слов, которые изменили его жизнь. он сказал ему так, если ты хочешь почувствовать свобода моря, ты должен стать рабом компаса. Если ты хочешь получать удовольствие от моря, ты не можешь быть свободным, свободным ты потерян. Если ты становишься рабом компаса, тогда уже знаешь, куда идти и получаешь удовольствие от моря. так же в нашей жизни. Человек, который думает, что он может делать все, что хочет. Нет никаких законов, нет никаких ограничений, он не свободен, он потерян. А Тора говорит нам как раз, что это то, что Бог дал каждому еврею. Свобода выбора. Выбирать то, что есть правильно, потому что это правильно. Не потому, что кто-то заставляет это делать, не потому, что кто-то отбирал от него возможность выбора. У тебя есть выбор, и ты выбираешь правильный образ жизни. И это есть настоящая свобода. А дальше Тора говорит нам девятый заповедь, что нельзя дать свидетельство ложным свидетельствам. Нельзя заниматься и говорить не правду, а другую ситуацию. Здесь понятно, что любой суд в Торе это называется сам имя Севишнего, что как раз когда в Талмуде называем слово суд называется Элоким, это Севишня, потому что правильный суд и суд, который принимает правильные решения, это и есть длинная рука Севишнего. Это не просто говорить кто прав, кто не прав. Здесь реально мы решаем иногда жизнь человека, иногда его имущество. Когда человек говорит неправду в суде, он может делать так, чтобы этот человек потерял деньги, этот человек выиграл, этот человек потерял работу и так далее. Получается, что говорить неправду в суде это идти против план Севишнего. У Бога был план, что человек должен иметь, какое должно быть его положение и так далее. Когда суд решает что-то, это реально действие против Севишнего, если это суд решает неправильно. Поэтому когда мы говорим неправду, это не только что в этой ситуации мы говорили что-то не так об этом человеке. Это реально говорит нам Тора настоящий суд, справедливый суд, независимый суд, это и есть длинная рука Севишнего. Вера в Бога это то, что суд будет правильно решать и любое решение как раз это воля его, воля Севишнего. А последний заповедь изъясни это не желай дом твоего друга, рабина твоего друга, корова твоего друга и так далее, и так далее, и все, что есть у твоего друга. Здесь тем более понятно, что это самый хороший образец веры Всевишнего. Почему? Потому что когда человек желает то, что есть у друга, что он говорит с этим, что то, что Бог дал мне, недостаточно. Почему Бог дал это другу, а не дал это мне. Если Бог был правильным, должен был дать мне эту машину, а не дать это другу. Если Бог понимал, что нужно мне, он бы дал мне это. Говорит Тора, нет, если Бог дал тебе это, это то, что тебе нужно. А то, что ты хочешь больше, это отлично, но ты не должен захотеть больше, потому что есть у друга. Это есть как раз источник, к сожалению, не только этого греха, но и всех грехов. Когда человек завидует то, что есть у друга, там начинаются все проблемы. Если бы он верил, как написано Мишна, что я счастлив тем, что у меня есть, то, что Бог дал мне, я радуюсь этим, это мне достаточно, это как раз то, что мне нужно, тогда уже он бы жил правильную радостную жизнь. А если все время он думает, а что есть у друга, а что есть у этого человека, а что есть у третьего, как раз его жизнь не радостная, и плюс он реально говорит, что Бог, наверное, неправильно действует, потому что почему он это дал ему, а не дал мне, это я должен это получить. Есть такая история, что однажды была притча, был раввин, местечко, он видит, что все люди недовольны, подошел к первому, спрашивает, в чем дело, он говорит, ну, смотри, как у соседа, у него намного лучше, подошел к второму, в чем проблема, смотри, жена моего друга, она такая приятная, моя жена, третий говорит, тешь моего друга, четвертый говорит, машина моего друга, он понял, что все люди здесь недовольны, потому что все время не хотят то, что есть у друга, что делает, он собирал всех на центральной площади, говорит, вот, дайте, у меня просьба, я понимаю, что все недовольны, у всех проблемы, у одного это жена, у другого это теша, у третьего это мужа, у четвертого это дом, у пятого это машина, все недовольны, кто-то не дай бог болеет, кто-то потерял деньги, я раздаю всем мешок, возьмите этот мешок, положите там все ваши проблемы, положите их сюда, завязывайте и бросайте этот мешок в центр площади, ну, так все сделали, взяли все свои проблемы, положили сюда в этот мешок, у него там эта проблема, другая, болезнь, сюда, туда, все положили, все там бросали этот мешок, вы можете забрать назад любой мешок, возьмите любой мешок, который есть там, каждый подумал, подумал, каждый подошел и забрал назад свой мешок, потому что все поняли, что да, желание, что было как у друга, у всех есть, но проблемы, которые есть у друга, никто не хочет забрать, свои проблемы, как раз легче с ними разбираться, чем проблемы, которые есть у друга, в конце концов, то, что Бог дает каждому человеку, это то, что ему нужно. Да, он должен стараться улучшать свою жизнь, делать ее более комфортной, более правильной, более счастливой, но не за счет другого человека. И не потому, что это есть у другого человека. И как раз это то, что мы видим в конце Десяти заповедей. Бог говорит, не желай дом твоего друга, осел, рабину и так далее, и так далее. И все, что есть у твоего друга, имеется в виду что если ты думаешь, что ты умнее Бога и знаешь, что должен быть у меня, что должен быть у друга, Бог говорит, нет, это не вера в Бога. Как раз настоящая вера в Бога это понимание, что все, что у меня есть, так и должно быть. Все, что у меня нет, пока так и должно быть. Я должен стараться, я должен делать все возможно, но не потому, что есть у кого-то что-то, поэтому я это хочу. Я хочу, потому что думаю, что мне это нужно, не потому, что мне это хочется. Обычно, когда кто-то видит у другого то, что у него есть, он хочет это не потому, что ему это нужно, а потому что есть это у друга. Потому что есть у друга, тогда уже хочется. Тогда уже человек уговаривает себя, что без этого ему будет тяжело. Говорит Тора, нет. Как раз то, что у тебя есть, это достаточно. То, что тебе нужно, Бог тебе дал. Хочешь еще, отлично, но не потому, что есть у друга. И укреплять веру в Бога, в понимании, что все, что Бог дает нам, это действительно от Бога. Если нам нужны чудеса, Бог творит чудеса. Все, что нам нужно, Бог поможет и делает, это настоящая вера в Бога, это то, что нам нужно взять из шаблота. Не только понимание, что мы верим абстрактно в Бога. Мы в каждом деле, в бизнесе, в семье, на работе, на улице, в синагоге, везде, у нас есть крепкий связь с Богом, понимание, что все зависит от Него. И когда мы связаны с Ним, тем более, что это есть источник благословения, что мы получали все, что нам нужно. Поэтому, наверное, праздник Шаблот, это не только праздник дарования Тора, это праздник укрепления веры Всевышнего. Когда мы это почувствуем, мы понимаем, что наша жизнь намного красивее, все, что нам нужно, Бог дает нам. И дай Бог, чтобы действительно было так, чтобы мы чувствовали эту связь, и мы видели Его благословение ярко, открыто, и чтобы это было на благо каждого. Когда говорили о регламенте, говорили, что будет возможность задать вопрос. У меня был раввин, который говорил так, что когда мы разговариваем с людьми о том, что должны соблюдать субботу, то, что нам нужно, чтобы они первые субботы, которые они начинают соблюдать, они не говорили, мы будем все, все, все соблюдать, все 39 запретов, мы будем все делать, и будем с утра до вечера. Нет. Начните с одним шагом. Имеется в виду, например, отключайте телефон, или не включите свет, не ездите на машину, или не готовите в субботу. Возьмите на себя что-то, что не будете делать. Это первая суббота. Увидите, что это как раз не так тяжело, и наоборот, приятно. Следующая суббота, попробуйте делать еще один шаг. Например, делите кедуш, или зажигайте субботные свечи до шабата, или не будете открывать компьютер, или не смотреть телевизор. Каждую субботу, или каждую вторую субботу, возьмите на себя еще один шаг, и увидите, что это не так страшно. И в конце концов, увидите, что соблюдение субботы, это как раз радость. Говорить вам, как вы должны соблюдать субботу, я надеюсь, что уже что-то соблюдаете. Я уверен. И, наверное, каждый из нас может делать еще что-то больше. И этот человек должен, должен, не знаю, если он должен или не должен. Были случаи, когда молодые ребята подошли к нам, спросили помощь, потому что в институте или в университете, там есть занятия на субботу, мы писали ректору, и они в полном понимании пошли на встречу, и это все было решено. Поэтому, я не знаю, если нужно ходить на занятия. Даже если нужно ходить, лучше ходить, чем на машине. Если, не дай Бог, далеко, тогда лучше на метро, чем на машине. Если можно ходить, тем более хорошо. Если можно не писать, намного лучше. Даже если, не дай Бог, кто-то чувствует, что он должен что-то, но пусть будет там, он не будет носить портфель в школе, это тоже плюс. Если он должен написать каждую букву, которую он пишет, это проблема. Пусть он пишет там пару слов меньше. Пусть каждый старается по максимуму соблюдать субботу, сколько он может. Бог не ожидает от нас больше, чем мы можем. Но также Бог дает нам силу, реально соблюдать все, что он нам дает, это намного легче, чем мы думаем. Поэтому дать общий ответ всем, что нужно делать, это очень сложно. У каждого человека положение, где находится ситуация и так далее. Каждый должен стараться по максимуму соблюдать, сколько он сможет. И он увидит, что это как раз дает ему большое благословение. И все вопросы решаются. Даже ЕГЭ, диплом, работа, все-все-все зависит от Бога. Поэтому даже если мы думаем, что если мы будем это делать, это поможет. Может быть как раз то, что мы не будем это делать, это больше поможет. Поэтому полагаться на Бог, и Бог точно поможет. К сожалению, никто не знает. Мы сильно надеемся, что мы находимся вот-вот, уже скоро придет Мошиах, находимся в последней минуте до его прихода. Поэтому с Божьей помощью все будет хорошо, и мы видим уже, как весь мир становится лучше, и правильный, и так далее, и так далее. Но говорить, что мы знаем сто процентов, что ничего плохого больше не будет, к сожалению, никто не может сказать. Это опять зависит от нас. Если мы будем правильно действовать, тогда этот мир становится лучше. Если человек думает, что он ничего не может делать, чтобы изменить весь мир, он как раз, это и есть отрицание, понимание, что Бог дал мне миссию. Бог дал каждому человеку миссию что-то делать и улучшать окружающий мир. Он может может быть улучшать жизнь другого ребенка, может быть этот ребенок становится завтра влиятельным человеком, и он может помогать тысячи и тысячи людям, и может быть даже миллион, но мы не знаем, что будет, мы не знаем даже наши действия, как далеко они пойдут. Мы знаем одно, что от нас зависит почти все, и понятно, нам нужно его благословение, благословение Бога. Но Бог дал нам возможности исправить и улучшать этот мир. И это то, что мы должны делать. Поэтому говорить, что больше нет никакого антисемитизма ни в России, ни в мире, больше никаких войн не будет. Я не знаю человека, который может это сказать. Наша надежда, что так и будет, но опять это зависит от нас. Говорить, что Израиль это святое место, это мы все знаем, это написано в Торе. То, что сегодня, к сожалению, не все законы в Израиле, они правильные, это не только по поводу тюрьмы, много чего там неправильного. Но это не значит, что человек не может там жить правильной жизнью. Человек, есть миллион или, может быть, больше евреев, которые живут в Израиле религиозной жизнью, и все отлично. Те, которые, к сожалению, находятся в тюрьме, это маленький процент. Тем более, если мы говорим о религиозных евреях. Понятно, что не все законы в Израиле правильные. Если бы Израиль жил бы правильной жизнью, суббота была только день отдыха для всех, во всех магазинах была только кошерная пища, все школы были бы религиозные и так далее, и так далее. К сожалению, мы еще не дошли до этого уровня. Это наша недостатка. Нам нужно работать лучше, больше, делать больше. Может быть, кто-то может в Израиле изменить жизнь к лучшему. Может делать так, чтобы люди вокруг начинают соблюдать больше. Еще один еврей, еще один еврей, еще тысячи евреев и так далее. Поэтому, опять, если человек может соблюдать больше в Израиле, чем здесь, может быть, наверное, его место в Израиле. Если человек может делать больше здесь, чем в Израиле, наверное, его место здесь. В каждом случае нужно посмотреть отдельно, нужно понимать, где хорошо для его семьи, для его родственников, для его детей и так далее, и так далее. Поэтому дать общий ответ сложно. То, что мы знаем точно, что Бог дал каждому человеку миссию. Человек, который это не понимает, как раз это продолжение тот вопрос. Зачем мы здесь? И та миссия, которую Бог дал мне, он никому другому не дал. Если не буду это выполнять, то, что Бог хочет, это остается без, не решено. Бог дал человеку, это как есть завод, который строит машины, да? Кто-то там должен там ставить руль, кто-то другой двигатель, третий там зеркало, четвертый там, не знаю, там. А вдруг какой-то человек решил, что он сейчас, у него нет сил, он ленивый, он устал. Он решил, он не будет это делать сегодня. Можно тебе представить, это конвейер, что будет? Машина выходит, но она будет недействующая, потому что этот детал как раз его нет. Также у Бога есть задача, и он сотворил нас для того, чтобы мы эту задачу исполняли. Не будем это делать, к сожалению, его план не существует. Тогда нужно ждать, пока не придет новый человек, который может это снова делать, может быть, нужно будет эту машину полностью снова разбирать, снова построить, это целая история. Почему? Потому что я решил, что я не хочу делать то, что я должен делать. Понимать, какая моя миссия, иногда это не так легко. Поэтому есть у нас раввины, поэтому нужно спросить совета, совет у другого человека, понять, что реально должен я делать. Иногда мы это видим открыто в том, что мы должны делать. Иногда у человека есть вопрос, направо или налево. Здесь есть вопрос, откуда Бог знает, я хочу понять, откуда я знаю, что я должен делать. Это намного тяжелее меня понять. То, что Бог знает, я верю, что Он знает. Проблема, что я не знаю, что я должен делать. И самое приятное ощущение в жизни, когда ты знаешь, что ты делал то, что ты должен делать. Используй свой талант, свое предназначение, то, что Бог ожидает от меня. Это самое высокое чувство у человека, когда он уже жил количество лет и говорит, слава Богу, смотри, что было сделано. Я думаю, что уже время, да, сделали маленький прерыв. Я в заключение хотел сказать пару слов. Это не будет вопрос. Я думаю, что прежде всего нужно поблагодарить организаторов Шевет-Ахим за то, что они постоянно организуют такие лекции, особо перед Шавуотом, потому что как раз название организации Шевет-Ахим это есть лозунг Шавуот. Написано, что дарование Тора стало возможным только потому, что все евреи стояли вместе, как собираются евреи. Единство в изучении Торы тем более, когда собираются только евреи. Мы уже говорили, что каждый еврей разный, у каждого евреи свое мнение, свой подход. Мы все собираемся вместе, чтобы изучать Тора, это точно источник самых больших благословений, самая правильная подготовка к празднукам Шавуата. Поэтому спасибо вам, что пришли, спасибо за интересные вопросы и до новых встреч.